Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Адольф Тедеман Считается одним из ведущих норвежских художников 19 века Стиль Бедермейер Тедеман родился в семье таможника 14 августа 1814 года Я зачитываю переводную википедию Данных не так много, но вот все то, что есть В своих картинах, как никто другой Он смог запечатлеть тяжелую жизнь и традиционные обычаи северных фермеров Таким образом он не только вдохновлял поэта своей родины В том числе Андрея Мунка и Вернстара Бернсона Но и по сей день остается главным героем норвежского романтизма Вторую половину 1840-х годов часто считают передом расцвета творчества Адольфа Тедемана Он создал свои самые известные работы, такие как «Свадьба», «Хардангери» и «Одинокие старики» Тедеман начал свою карьеру с картин, в которых было сильно идеализирующее изображение фермеров В его поздних работах это уступило место драматическому и реалистичному изображению условий жизни простого сельского населения и их тяжелой повседневной жизни Был художником классической академии, получил отличное образование, будучи учеником художников Йохана Лунда Знаменитой академии изящных искусств в Копенгагене Затем он стал студентом исторической живописи у Теодора Кильдебранта и Вильгельма Шадова в Дюссельдорфе Именно там сформировалась мечта Тедемана стать успешным историческим художником Уже своей первой исторической композицией Густав Васса беседует с мэром в церкви Мора Молодой художник смог привлечь внимание художественной сцены того времени Позже картина, на которой изображена часть шведской истории, была привлечена художественной ассоциацией Рейнландо, Вестфалии Стипендия позволила Тедеману поехать в Рим, где он познакомился с итальянской живописью, которая повлияла на его стиль Не вернулся в Норвегию, поселился в Германии, там и остался на всю оставшуюся жизнь Тедеман известен как художник-реалист, не боявшийся ставить в своих работах острые социально-критические вопросы Автор полотен, посвященных исторической тематике, пейзажей, мастер портрета Более ста картин, написанные Тедеманом, хранятся в Национальном художественном музее Осло Умер 25 августа 1876 году в Осло Ну вот так, немного, конечно, об одном из ведущих норвежских художников 19 века Который работал в стиле Виттермейер Адольфи Тедемани Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok